Дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться в обычных школах и семье, пострадавшей от пожара, помогут с жильем. Об этом в ближайшие минуты. Дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться в обычных школах. С начала учебного года вступили в силу новые стандарты обучения. Они предусматривают инклюзивное образование, когда дети с ограниченными возможностями здоровья учатся в одном классе с детишками, не имеющими таких ограничений. 11-я школа является одним из восьми центров такого образования в Нижнекамске. Впрочем, инклюзивные классы у нас в городе существуют уже давно из нового федеральные стандарты обучения, согласно которым, помимо школьной программы, с такими учениками будут индивидуально заниматься узкие специалисты в зависимости от диагноза, логопеды или дефектологи. Подробнее расскажем в 18.30. Жилищный вопрос волнует нижнекамцев. Он стал главной темой приема у главы города. Всего на повестке дня значилось 13 вопросов. Некоторые получилось решить на месте, другие требовали более глубокого разбора. Чаще всего обращались за помощью по квартирному вопросу. Семья Гадешиных из села Прости совсем недавно потеряли дом во время пожара. Пострадавшие обратились к мэру за помощью в приобретении нового жилья. Им предложили комнату в общежитии при условии трудоустройства в сферу ЖКХ. Как будет выглядеть дорога от поста ГАИ до перекрестка набережной Челны Нижнекамск-Заинск-Альметьевская? Долго ли продлится ремонт? Наша съемочная группа побывала на этом участке, чтобы получить ответы на эти вопросы. Сейчас на этом участке в 220 метров частично перекрыто движение. Связано это с ремонтом дорожного полотна, который продлится около двух месяцев. Это республиканский пилотный проект. Сейчас уже сделано 30% запланированных работ. К 15 октября должны все закончить. С 5 по 11 сентября в республике Татарстан проходит акция «Неделя добра». Многие известные татарстанцы уже присоединились к акции. Идею поддержал генеральный директор Татмеди Андрей Кузьмин, инициировавший на своих страницах в соцсетях акцию «Добрые новости Татарстан». Участником акции может стать каждый житель республики, желающий рассказать о своем добром поступке или поступке своих друзей и близких. Сделать это просто. Необходимо отправить сообщение о добром деле в группу информационного агентства «Татаринформ» в социальной сети ВКонтакте, нажав на кнопку «Предложить новость». А журналисты «Татаринформ» опубликуют послание на главной странице ведущего информационного агентства республики. Плюс 17 сейчас в Нижнекамске. Пасмурно. В чем отличился Нижнекамский поисковый отряд, расскажем через пару часов. Напомню, что позвонить нам можно по телефону 40 07 70. Не прощаясь.